Катя и Кира вместе готовятся к школе в Центре детско-юношеского творчества на улице Центральной. Именно здесь они и подружились. Однако их родители обеспокоены судьбой учреждения. Они считают, что его могут снести. Я расстроюсь. Детский центр всегда приносил нам радость. Он всегда был для нас как второй дом. Планируется выселение учеников детского центра временно, как говорится, ключевое слово временно пока. Но мы так подозреваем, что это будет на постоянной основе. Почему? Потому что в связи со строительством возведения нового высотного здания работы затянутся на неопределенный срок. Соответственно, где разместят наших детей, где они будут заниматься, пока неизвестно. Собственник земельного участка, где располагается учреждение, заверяет, что его трогать не будут. Якобы такая договоренность была достигнута застройщикам. Где гарантии того, что вот этот дом, который они построят один, и они не построят напротив еще один дом, и потом не снесут этот центр, мы переживаем за центр, что его просто рано или поздно тоже снесут. Застройщикам достигнуты договоренности о улучшении, на мой личный взгляд, улучшении состояния вот этого земельного участка, парковки, детские площадки. Также местные жители опасаются, что строительство 19-этажного дома повредит коммуникации и фундаменты соседних зданий. В это же время в мэрии о планах застройщика и опасениях горожан ни сном, ни духом. В прислужбе нам сообщили, что не выдавали разрешение на строительство. Сам застройщик рассказал, что о начале работ говорить пока рано, но идет подготовка. Проект еще до конца не сформирован, предполагается, что там будет благоустройство, детская площадка, будет парковка, будет проект, который будет проходить все инстанции, как положено, а потом уже будет получено разрешение на строительство. Что касается самого центра детского творчества, там же совсем близко он будет находиться, он при строительстве вообще будет как-то затрагиваться? А повреждения и оснослик вообще влечь не идет. Жители в сохранение центра не верят, потому как не единожды становились свидетелями того, как оренбургские застройщики не спешили выполнять обещания, данные горожанам. Также их смутило, что к центру детского творчества уже пристроили отдельный вход. На пути к нему отсутствует асфальтовое покрытие и стоит забор. Также неподалеку располагается свалка. Этот вход будет использоваться во время строительства, пояснили в администрации центра.